В Беларуси в 2023-м организуют 100 пунктов для проведения ЦТ. При этом в конце следующего учебного года учащиеся 11 классов будут сдавать два совмещенных экзамена. Это математика и язык по выбору. Примечательно, что они пройдут не в школах. Других испытаний истории Беларуси и иностранного не будет. За май Белтехосмотр выдал почти 120 тысяч разрешений для авто. В ближайшее время полную мощь заработают камеры фото и видеофиксации, которые будут отслеживать информацию о транспортных средствах, которые не получили допуск к движению. Штраф за нарушение до 96 рублей. БелЖД назначила дополнительные поезда на Славянский базар. Курсировать они будут ежедневно с 13 по 19 июля. Напомним, основные дни фестиваля с 14 по 17 число. Из Минска состав будет отправляться в 12.28 и прибывать в Витебск в 16.05. В городе определены места для купания. Центральный пляж в 6 микрорайоне на территории санатория «Шинник» имени Ленина. Здесь созданы все условия – теневые навесы, душевые, продажи еды и напитков. Также возле водоемов работают спасатели. Накануне в Бобруйском районе горел двухквартирный дом. ЧП произошло около 8 утра в деревне Мирадина. Спасатели справились с огнем. В результате пожара повреждена кровля, веранда, имущество. Пострадавших нет, причина устанавливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова